Христос воскрес! Воистину воскрес! Я помню, мы с вами уже беседовали. Беседовали? Да. Ну вот видите как. Интересно получилось. Вы мне рассказывали про миссионерство. Да, вот если вас что-то интересует, вот даже касательно этого праздника, я еще раз напомню, что мы отвечаем все по Священному Писанию. У которого три названия. Библия, Святая Библия, Священное Писание и Слово Божие. Определяющее по названию даже, от кого они и какого содержания. Сегодня когда люди... Попадался мне ролик на ютубе. И какой-то мусульманин там именно искал вас по рулетке. Да. Наверное подискутировать хотел. Ну видите, мусульмане что? Пришли на 600 лет позже и определяют книги. А сами считать не могут. Я им показываю Коран. Одно слово прочитать ни один не прочитал. А 150 человек примерно исследовал. Я говорю, ты как можешь знать? Определять правильно или неправильно? Ты сначала должен узнать, что там написано. И знать оригинал, с которым сравнивается. Что книга-то была написана, а ее, когда переписывали, там испортили. Но это что там можно сказать? Была погода хорошая или плохая? Но сказать о том, умирал Христос или не умирал, когда об этом на каждой странице говорится-то, это нельзя. А это люди придумали. Кто? Назовите, кто это придумал? Значит, вы пришли через 6 столетий и определяете авторство. Когда люди умирали за это. Только в первые века было казнено 475 тысяч христиан. Это все так. Да, это богатая религию придумали. Рыбаки богатые. А не написано, сети починивали. Дырявые сети. У них ничего не было. Ничего не знают. Вот единственное, здесь ждать, когда какая баба клюнет. Ну, что вы, ребята. Самые маленькие мозги. Там и сама эта система, я вот тоже, мне как случайно попалась. Я не так сильно прямо уж религией интересуюсь. И тут мне попалось из Корана то, что какому-то там праведнику, даже не праведнику, а по-моему мученику, то, что он в священной войне погиб, ему в раю положено 72 девственницы. Вот. И мне это очень сильно повеселило. Типа того, что, говорю, какие же проблемы были у человека, который все это писал. То есть, видимо, о чем, что болело. О том, что он выразил в своих мечтах книги. Я говорю, что-то мы не можем проверить. А так, давайте проверим. Вам официально разрешено четыре жены иметь. Ну, не может не сказать никак, потому что об этом все говорят. Четыре. А почему четыре-то? Потому что тот, кто это вам писал, он имел четыре жены. Ну, если по-человечески, то это очень хорошо. Товарища убили на фронте. Она вдова. Он ее взял. Взял, а дети заботятся, и новые дети рождаются. Ну, если бы он дальше-то жил, у него бы 44 было. Ну, теперь вы считаете это нормально, это хорошо, свято. А после смерти ему там гури будут. Я говорю, слово гури по-немецки гура, проститутка означает. И у вас обслуживание такое будет. А у нас, я говорю, если он молодой, женился там, ну, лет 18. Ну, бывает так. Он нас посадил, раньше мотоциклы были, заднее сидение высоко. И он на мотоцикле, а кто-то взял проволоку, натянул ей голову, как бритвы срезала. Он даже с ней, не знаю, неделю не жил. И теперь что, вдовец. А разрешено жениться, когда умрет только, а теперь ему разрешается. Он женился. Хорошая девчонка была, тоже одноклассница, я говорю. Но как только его повенчали, в этот же день его отлучают от церкви на два года. То есть он будет стоять в коридоре. Причащаться нельзя. Это закон. Вот заметьте, я говорю, а бывает, что вторая жена погибла? Да, бывает. Бывает, она в родах погибла у него. Теперь он может жениться третий раз. Третий раз женился, уже не венчают. Но в церкви утверждают их. Сразу на пять лет отлучают. А если случится в жизни, то все бывает. Никак, четвертого брака нет. Нет четвертый, в любом варианте он развратом считается, гибелью. Иван Грозный говорит, шесть раз женился. Ну куда он, зарежу тебя или там, давай венчай. Я говорю, давайте теперь определим, где святость. Ну сами вы понимаете, что тут возвышенно. У нас написано, царствие Божие, внутрь вас есть. Внутрь, внутри смотреть должен я. А что? Праведность. Мир и радость во Святом Духе. Праведности у вас во сне не было. Мир, вы только на ножах воюете все время. И радость, а у вас радость во Святом Духе разве? Радость, что побил противника. Я дальше говорю, скажите, вы у Христа, я говорю, видели где-нибудь в описании, чтобы меч был убивать? Иисус Христос. Когда в саду он отрубил правое ухо малху рабу, Христос говорит, вложи меч твой в ножи твои. Нету нигде. А я говорю, а ваш представитель, предводитель сколько раз воевал в сражении? Ни один не ответил. Я говорю, 72 сражения. Ну еще вот такие-то. Вот я ему просто вот так вот беру, показываю, я говорю, вот смотри, это ваша книга? Почему же вы ее не читаете? Коран. А здесь баран. Ты не можешь прочитать. Вы, говорю, такие же, как мы православные. По-строковно-славянски-то ничего не понимают, стоят. Мы одинаковые с вами, но тут мы разнимся. И вот я ему дальше доказываю. Слава тебе, Боже наш. Христос воскрес. Его есть нож. Вот так. Это 40 дней будем приветствовать тебя, Христос воскрес. Пока Христос не вознесся на небо. До кого же его вознес? А вам зачем знать? Ну, почему? Других вопросов нету. Других вопросов нету. Ну, я вам отвечу. Алтайский край, город Барнаул. Что вам это даст? Вы не сюда не приедете. Встретиться не можем. А у нас город Шилка. Синецкая область. Вы же тоже сюда не приедете? Нас расстояние не может разделять, если мы братья. Любая вещь о родном брате радует душу. А Христос объединяет. Мы дети одного Отца Небесного. Мы же молимся, Отче наш Сущий на небесах. Ну, да. Вот, смотрите, какая у нас книга-источник знания. Библия. Да, Библия. В ней все. Был такой основатель протестантизма, Мартин Лютер. Он говорил, в мире есть одна книга, Библия, и одна личность, Христос. А вы знаете, что эту Библию переписывали в миллион раз? Что? Переписывали эту Библию. Да? Кому не лет. А что там впереди? Переписывали. Переписывали. Как-то невнятно так говорить, я не могу понять. Переписывали эту Библию, говорю, в миллион раз. Ладно, тогда не буду, раз я разбирался, все. Может, вас интересует, кто написал, может быть, кто, или что? Нет? Не-не-не. Да хрен не знает. Ну, ладно. Христос воскрес. Во истинности. Ватя. Да. А ты служишь, да? Вы поближе к микрофону. Мы отвечаем, говорим на основании Слова Божия. Бать, бать, а скажи, пожалуйста, а ты служишь? Ты служишь в церкви? Что в ютубе? Ты служишь в церкви? Нет. Я, ну, как, в церкви служим мы, но не профессиональный работник, я чтец. Я не священник. Я не священник. Вы тебя в Сибири? Да. А скажи мне, пожалуйста, вот можно у тебя задать вопрос? Только, чтобы не ругался. Ни одного слова плохого, чтобы не говорил. Нет, 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 я не ругаюсь. Ну, давай, смотри. Можно? Да. Поближе к микрофону. Можно я вам задам вопрос? Можно. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, вот есть, смотрите, как она, патриархальная церковь, да? А есть вот эта, там, ну, другая церковь, да? Ну, я не знаю, ну, как-то вот так вот. Ну, короче, есть три или четыре там церкви, которые они, короче, там, они поклоняются, в принципе, одному этому же, да? Вот, вот, но каждый верует совсем другому, как бы, Богу. Вот, ну, не скажите, кто кому верует? И правильно ли каждый друг друг, ну, то есть, как? Так, один, два, три, там, типа, у каждого четыре Бога, получается. Так, я бы вам ответил, но, по-моему, по моему взгляду, вы не способны сейчас слышать. У вас состояние, как обкуренный какой-то. Нет, я, короче, целую ночь не спал, и поэтому у меня такие, короче... Ну, вы выпили или что-то было такое, что вы не в своем сейчас уме? Да, да, я пью. Ну, вот и пью. Вы знаете что? Моя фамилия, имя, Игнатий, я отвечаю вам, Игнатий Лапкин, вы по скайпу зайдите, по скайпу. Я вам больше скажу, мне батюшка, я батюшке пришел к нашему, да, и у него так же сам спросил, он мне посвятил этот коньяк, и я его сейчас на данный момент пью. Ну, ладно. Так, давайте договоримся так. Если вы будете трезвы, хотя бы неделю в рот ничего не брать, не курить, и пожелаете эти вопросы разрешить, зайдите в скайп, Игнатий Лапкин зарядите, запишите. И вы на меня выйдете. Сегодня я вижу, вы совершенно не способны, язык горе заплетается. Так вот. Игнатий Лапкин, Игнатий Лапкин, пишите, а то сейчас я отойду. Не, а вы знаете, не, просто я вам сейчас больше скажу. От еговых, нет, я по трезвому, я такого не скажу, в жизни не скажу. Ну, я вам отвечаю, не богов нету, люди верят одному богу. Это бог. Я скажу вам, от еговых вообще не признают. Так, ну все на этом, пока вы поняли, что нужно, чтобы в рот еще не брать. А почему их не признают? Ну, вот мы здесь находимся, чтобы людям рассказать о Боге. Вот, смотрите, какая книга у нас. Да я вижу, вижу. Рассказать о Христе, как Господь умер за наши грехи, и как в третий день воскрес, умер за нас. В этом заключается вся наша вера, во Христе Иисусе, Господе нашим. А люди не верят в Бога и создают вот это чья-то рулетка, место греха и разврата, смерти. Здесь ужасно, что творится. И мы специально пришли, чтобы людей предупредить, что никакой блудник, пьяница, сарсия Божия не наследует. А будет вечно мучиться в огне с сатаною. И курить? Если у вас вопросы есть какие-то, вы можете задать. И зайти на наш видеоканал. У нас большой видеоканал, называется «Во свете Библии». Нет, у меня нет вопросов. Ну вот, вопросов нет. А главное-то вопрос, как спасти душу свою, чтобы после смерти в ад не попасть. Вот главный вопрос. Как жить? И всему вот это сопутствующее. Поэтому мы по-разному просто относимся к одним и тем же вещам. Ну, я вам ответил, что на глазах людей никогда бы не стал есть, даже в вагоне. Дождался бы, когда все лягут спать. Вот смотрите, как воспитание. Люди живут в городе, кухня, через стенку туалет. А мы в деревне были, меня привезли здесь в город. Ну, отец куда-то ушел по своим делам. А мне надо было в туалет сходить. Я в окно вижу, дорожка куда идут. Я не вышел из дома. Я пойду, и люди догадаются, зачем я иду. Но я до вечера ждал, когда отец придет и стемняется, и тогда можно будет сходить. Это другое совершенно отношение к жизни. А мне всего было пять лет. Послушайте, ну, это другое отношение, бесспорно. Но это не значит, что оно правильное, более правильное. А вот здесь правильно. Здесь правильно. Голая женщина с мужчинами и чужими совокупляются, как скотина на поле. А что вы здесь делаете? А что вы здесь делаете в таком случае? Как вы можете смотреть на этот срам? Так, вы вопрос задали? Слушайте. Вопрос кратко надо задавать. А ответ более расширенный. Мы пришли сюда, чтобы возвестить волю Божию. Что ни один блудник, пьяница, царствие Божие не наследует. Он будет гореть в огне с сатаной вместе. Я нахожусь здесь уже 80 с лишним дней. Сколько людей новые, которые пришли, которые услышали Слово Божие. Нужду во враче имеют больные, а не здоровые. Это общество очень больное, которое здесь. Содом и Гоморра. И мы пришли возвестить поступающие так достойной смерти. Мы это кто? Те, которые блудят здесь. Которые развращаются. Занимаются анонизмом на глазах людей. Всякой мерзостью. Кошмар какой. А почему? Причина одна. Мне вспоминается, когда Александр Исаевич Солженицын получал Нобелевскую премию. И он сказал, отчего люди так дурно ведут себя. Люди забыли Бога. Отсюда все. Бога нет, твори, выдумывай, пробуй, как Майковский говорил. Весь уголовный кодекс здесь лежит. И вы думаете, что ваша методика действенная и рабочая? Вы мне спрашиваете. Я в 23 года с детства верующий был. Но Библии не было. А в 23 года после армии Библия мне в руки дали. И 56 лет я покаялся в тот вечер. 56 лет несу это слово Божие. Вот я начальник, по милости Божией, детского лагеря. Сам основал лагерь. Православный. 45 лет начальник детского лагеря. Знаю я детей или нет. Если тысячи прошли. Без помощи государству. Ни копейки не дали. Далее. Я веду занятия одновременно в 5 университетах, 13 школах, во всех отделах милиции. Христу. Во веки слава. Ты поп? Христос воскрес. Моистина воскрес. Так. Мы пришли сюда, чтобы людям, находящимся в этом мраке, ущелье, возвесить о Боге. О суде Божьем. И поэтому показываем книгу, из которой следует все проистекает. Которая предсказала настоящее, прошедшее и будущее. Ну и что? Ну и что-то кто-то слышит, а кто-то нет. Я уже 80 дней почти нахожусь здесь. Мы несем это для того, чтобы этот Содом и Гаморру осветить светом истины. Здесь всякое прерубодеяние, разврат, все творится. Самое грязное место во Вселенной. Согласен, согласен. Но я тупо с людьми общаюсь. И тут что интересно, почти все лежат. Уже готовые. Смысл тот. Подушка есть, приходи ложить рядом. Любая шлюха. Разницы никакой нету. Нигде нету этого. Ни в интернете, нигде нету. Чтобы вот так вот все были помешаны на то, что ниже пояса. Нет, я просто не общаюсь с батюшкой. Ну я не против, я вас не знаю. Я с кем начинаю разговаривать. Материться начинают сразу. Едят и пьют непрерывно. Вот здесь я говорю, почему ты не мог пообедать, а потом прийти перед этим. Жрет прямо, давится, давится. Кто-то ему дал, ему надо показать, какой он богатый. Он сегодня досыто ест. Ну здесь ты перед экраном-то зачем это лопать-то? Ну он же поел бы, а потом включил и зашел. Ну да, согласен. И пьют, главное, непрерывно. А я говорю, смотри, вот у меня пара часов в университете, бесперерывно, два часа преподаю, и я не позволю стакан даже ставить на капитру. Как это в глазах людей будет? А почему пьете? Дух блуда горит, и вы стараетесь залить, я говорю, больше никак не объяснить. А можно вопрос? Можно. А вы что преподаете? Слово, а географию, историю, мировое искусство. Ага, понял. И вот вам, типа, здесь в кафе сидеть? Не в данный момент. Это у меня несколько раньше было. Вот сейчас все закрыто, мне 80 лет уже, я отошел. Ага, понял. Да, у вас уютненький домик такой, я смотрю. А вы можете зайти на наш видеоканал, он очень большой, очень широкоформатный, называется «Восвяти Библии». Сейчас посмотрю, не переключается. Да, у нас 15 тысяч роликов. А подписчиков сколько? 35 тысяч, 36. И просмотров 34 миллиона. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Добавьте, Игнатий Лапкин. Сейчас. Там разная тема. Мы строим православную деревню с нуля. Все показано как. Как мы с нуля получили участок земли, зарегистрировались и стали строить. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Нашли? Да, нашел. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Что там, последние ролики какие? Сейчас, сейчас. Тайны нашего организма. Там темы огромные, просто огромные темы. А вот если вы зарядите через гугл, не в ютубе, сайт. И те же самые слова Игнатий Лапкин открыт во свете Библии. Сайт. Такого сайта нету в мировой сети. Там только 50 книг аудио, которые я насчитал. Там 38 моих книг, как идут занятия, как мы в миссионерскую поездку от Барнауле живем, дошли до Владивостока, до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. И везде я дарил полный комплект книг в библиотеке. Вам будет это очень интересно. А вы в церкви там? Да, ну как в церкви? Я не работаю в церкви, то у меня брат священник. А я чтец. Ну и иногда, где далеко от дома, я говорю проповеди. А так, тысячи проповедей сказаны в храме. Спасибо вам за все. Храни Господь вас. Если вопросов нету, и у вас нужна возникнет побеседовать, в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. С этим именем, фамилией, я один на весь интернет. Хорошо. Игнатий Лапкин, запишите. Вам сгодится может это. Я посмотрю через Ютуб. Да, но только это заходить уже не в Ютубе. А это скайп. Совсем отдельно. Спасибо. Храни Господь. До свидания. До свидания.